Мы с вами находимся в то самое время, когда еще продолжается завершение работ. То есть мы говорим не о строительных мероприятиях, мы говорим об организационных. Это уже идет переезд, это идет пуска-наладка тех систем, которые не влияют на жизнеобеспечение на данный момент, для того, чтобы мы могли уже поэтапно переезжать и начинать принимать пациентов в новой поликлинике. Конечно впечатления приятные, это и изменение интерьера, изменение стен, изменение вообще технологических многих процессов. Сейчас все кабинеты соответствуют санитарным правилам и нормам, я имею ввиду по площади и соответственно по санитарному его оснащению. Много что сделано сверх установленных проектными решениями. Есть виды работ, которые мы сейчас не можем завершить, например изменится та же самая колясочная, она появится. Мы решили не ломать в зимнее время определенный оконный проем, то есть не охлаждать здание, а дождаться буквально месяца полтора-два тепла и приведем в соответствие и колясочную. Сейчас также проводится пусконаладочное мероприятие по системе вентиляции. Здесь ее раньше совсем не было, поэтому это очень важно, это новое. И эта система вентиляции, она будет работать как на тепло, так и на холод. Если мы говорим про первую поликлинику с филиалом, до ремонтов она у нас позволяла посещать 700 пациентов в две смены, но фактически выходило примерно 800-850. Сейчас с учетом площади, которая у нас в филиале находится, то это около 1000, но плановое фактическое вырасти до 1200. Соответственно, это позволит нам на себя в большем количестве брать не только пациентов города Ачинска и Ачинского района. Данная поликлиника относится к самому высокому третьему уровню оснащения, и, соответственно, здесь должны приниматься пациенты, в том числе и межрайонные. Штатное расписание будет расширяться по мере, соответственно, физических лиц. Мы, конечно же, ищем гастроэнтеролога детского, детского кардиолога. Мы не откажемся еще от двух-трех участковых педиатров, врач-травматолог и в стационар, и в детские поликлиники нам еще один не помешает. Поэтому, конечно, укомплектованность сегодня порядка 80% и достаточно высокий процент, но мы стремимся к большему. Очень приятно работать комфортно в современной поликлинике. Долго мы этого ждали. И вот, наконец-то, это все случилось. На самом деле, здесь вкладывались все, никто здесь не, медицинские работники много потратили времени, приходя сюда на разных этапах строительства, капитального ремонта. И огромное им, на самом деле, спасибо, потому что очень много было споров, очень много было обращений, предложений со стороны наших сотрудников. Исходя из того удобного опыта этих сотрудников, мы и создаем вот ту удобную поликлинику, еще раз говорю, как для сотрудников, так и для наших пациентов. Уютно, кабинет большой, просторный. Вот вы не представляете наше впечатление, что мы очень даже здесь сразу сами видите, как здесь хорошо, уютненько. На самом деле, люди должны в поликлинику приходить на сегодняшний день и не чувствовать определенные какие-то проблемы, связанные с комфортом. Комфортность очень хорошая. Где-то надо, действительно, маленький ребенок надо покормить, где-то сцеживание грудного молока сделать, то есть это все должно быть. По пожарным нормам должны быть поручни с двух сторон, поручни на двух уровнях, для того, чтобы и ребенку можно было, и взрослому схватиться. Мы обязательно будем ставить заградительные вот здесь вот элементы. Это для безопасности, чтобы, не дай бог, ребенок, взрослый-то вряд ли, но ребенок может, не дай бог, упасть и травмироваться. Это предусмотрено, соответственно, с подрядной организацией. Здесь кабинеты на третьем этаже. Левое крыло – это хирургический профиль, это детский травматолог, это хирург, это детский уролог-андролог и детский гинеколог. Мы сохранили эти кабинеты здесь. При этом здесь работает, соответственно, лифт для того, чтобы, ну, в случае травмы и так далее, ребенка не по лестнице доставлялся, а на лифтовом оборудовании. Я уже работаю 35 лет в этой детской больнице, и меня это очень радует, потому что все чисто, все аккуратно, все прямо радует глаз, и детям очень хорошо и комфортно. Потому что они и так уже заведомо маленькие пациенты идут, они уже психологически уже боятся. А тут такая обстановка, и тут и коридоры такие чистые, и все так, все красивые, поэтому, ну, довольны. Здесь предусмотрена, соответственно, чистая гнойная перевязочная, согласно интернерным правилам, то есть они разделены, потоки для того, чтобы, ну, не инфицировать здорового пациента. На вашей памяти это какой ремонт по счету? Это второй, ну, капитальный, это вообще у нас капитальный, это уже настоящий, хороший, такой вот, а это уже второй, вот, второй, потому что был кафель тогда уложен, а сейчас просто уже хорошо оккультурен. И коридоры все, и вентиляция очень хорошая, и поэтому это вот настоящий уже. Это травматологический кабинет, у нас из этого кабинета ушло гипсовое помещение, ушло, оно у нас и осталось рядышком. Это позволяет, так скажем, увеличить пациента поток через сам кабинет, при этом минимизировать вот эту вот гипсовую пыль, гипсовое нахождение других пациентов, при, когда накладывается гипсовая талия нахождение, то есть, это очень, на самом деле, удобно. Здесь мы находимся, это кабинет детского гинеколога. Кабинет это уролога, андролога детского. Наличие, соответственно, для девочек это кушерское кресло, соответственно, вот врачебный прием, соответственно, есть и перевязочная дальше тоже имеется. Хотя она очень редко требуется, но тем не менее. Почему здесь мы это разместили? Потому что раньше это было на другом этаже, не очень удобно, бывает смежные пограничные состояния, которые требуют консультации хирурга или хирургу требуется консультация уролога, направить пациента. Мы специально их свели в одно крыло для того, чтобы или даже когда хирург уходит, например, просто в отпуск, а у нас врачи все имеют 2-3 специальности, да, хирург, который по основному месту хирург, но имеет сертификат по урологии, может спокойненько здесь принимать как хирург-уролог, а уролог, наоборот, имеет сертификат еще детского хирурга, принимая как уролог, принимая дополнительно хирургический пациент. Поэтому это очень удобно, не надо пациентов гонять с этажа на этаж. Есть методически в целом рекомендации по размещению поэтажности, по размещению навигации, что должно быть. Один это все не придумаешь. И здесь работает над этим на самом деле вся команда. Главный врач, заместители, заведующие, врачи, очень активные медицинские сестры на самом деле, старшие медицинские сестры, очень активные. И благодаря им мы до этапа проектирования очень много собирались и принимали решение, кого, куда, как будем рассаживать, хватит ли площади, не хватит. Конечно, идеально, что тот же хирург-травматолог был бы на первом этаже. Но, слава богу, у нас есть лифт, и нам это позволяет располагать на третьем этаже. Почему на первом не можем? Потому что там есть инфекционные боксы для кишечник, для вирусных пациентов. Там кабинет неотложной помощи, регистратура. Ну, то есть там много вспомогательных кабинетов, кабинеты для процедурные, прививочные, БЦЖ и так далее, которых мы не можем расположить на втором этаже. И мы не можем выстроить большую поликлинику первого этажа и сделать маленькую вторую или третий этаж. Потому что здание типовое, и в рамках этого типового здания нам приходилось какие-то вносить изменения. Продолжение следует... Продолжение следует...